Приветствую вас. Вопрос связан с тем, что Виктория отропавлоза поругалась с мужем, спилила, ушла, вот брала вещи свои и ушла. Мы тут не общались с мужем, а после начали общаться, но муж теперь не хочет, так скажем, сходиться, потому что считает, что их съедает бытовуха. Вот, и Виктория как бы говорит о том, что не понимает, что происходит, да, то есть в общем и целом, почему так происходит, что хочет муж теперь, он хочет сам решать, когда сходиться, например, и так далее. То есть тут ситуация такая, что вы, Виктория, не смотрите в суть, как мне кажется, проблемы. Суть проблемы заключается в том, именно суть проблемы заключается в том, что вы ссоритесь, и дело здесь, конечно, не в бытовухе, как таковое, вот. Дело здесь совсем не в бытовухе, дело здесь несколько в другом. Дело здесь в том, что у вас почему-то получается такая история, что вы ссоритесь, вот, понимаете? То есть вы из-за чего-то ссоритесь, вы почему-то ссоритесь. И в первую очередь то, что вы не очень понимаете, да, из-за чего вы вспыливаете. То есть вот вы вспылили, а из-за чего вы вспылили, мне совсем в данном случае вообще понятно. Как непонятно и какая проблематика вообще между вами. Вот. Дальше мне показалось, что вы не слышите своего мужа. Он говорит вам о том, что бытовуха вас съедает, что вы там опять поссоритесь. Идете, вы его как будто бы не слышите, вы как будто бы просто гнете свою линию по большому счёту. Вот. И в какой-то степени, в какой-то степени, эта ситуация, на мой взгляд, является конфликтной, является тупиковой, является патовой. Почему? Потому что вам, чтобы отношения ваше сохранить, да, вам необходимо для этого услышать друг друга. Услышить и понять, чего хочет мучить. И самое главное, поисследовать то, собственно, из-за чего вы ссоритесь. То есть вот, ну как бы конкретно, да, конкретно, из-за чего вы ссоритесь конкретно. Что приводит к ссорам, что приводит к конфликтам. Вот. Это достаточно важный момент. Вот. Понимаете? И такое ощущение, что вот вы, когда вспиливали и когда уходили, ждали, что ваш муж вам напишет, вы считали, что он выйдет на связь, а он этого не сделал. Вот. И, соответственно, соответственно, вы такое ощущение, что вроде бы свою линию вроде бы гнете, но в то же время как будто бы, ну, ждете чего-то от него, от него, как будто бы ожидаете чего-то от него. Вот. И, на мой взгляд, вам нужно постараться увидеть, чего вы ждете, чего вы хотите и начать свою, как бы, ну, брать ответственность, да. То есть, если вы любите своего мужа, то необходимо исследовать вот этот момент, значит, связанный с вашими конфликтами, да. Вот. Необходимо исследовать ваш момент, связанный с, собственно, спорами, да, ну, то есть, вот, с тем, что вы спорите, с тем, что вы ссоритесь, с тем, что вы конфликтуете, ну, как бы друг с другом. Вот. И вам необходимо это, на мой взгляд, увидеть. То есть, вам необходимо, необходимо это, а, поисследовать. Вот. Понимаете? Да. И, поработать со своей успельчивостью, со своим, со своими эмоциями, эмоциями поработать необходимо. Вот. А, вот, в принципе, такая история, как, на мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере, вот. Так, это, как мне кажется, а, выглядит, ну, вот. Таким образом, как мне кажется, это выглядит. Вот. Вот, так это выглядит, на мой взгляд. Вот, то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения своих цельностей. Вот, понимаете, да, о чём я говорю? Ну и такое ощущение, да, что вы не совсем искренне друг с другом, вот. Такое ощущение, что вы не совсем прямо общаетесь, вот. То есть, такое ощущение, что вы используете, ну, некоторые, условно говоря, манипуляции. Вот, да, как бы, то есть, вы говорите, что-то не нравится в еду, это похоже на манипуляции, к сожалению. Вот, поэтому данный аспект тоже необходимо прорабатывать, вот, чтобы вы как-то учились друг с другом общаться, ну, вот, несколько, ну, несколько более искренне, да. Такое ощущение, что вы, вот, на постоянной основе ориентируетесь только на него, да. То есть, это такая вот классическая, я бы сказал, созависимая позиция. Вот. Это именно, вот, позиция, в которой вы не уверены в себе. Это позиция, в которой вы, ну, судя по всему, не совсем опираетесь на себя. Вот. То есть, вроде бы вы, вроде бы, вроде бы, вы, а, говорите, не нравится что-то, я ухожу, но в то же время вы не, как бы, ну, по моим ощущениям, да, не опираетесь на себя сам. Вот, по моим ощущениям, по крайней, по крайней мере. Вот. Вот, примерно, а, так это и происходит. Примерно, вот, в таком ключе, ключе, я бы вам ответил. Вот. Давайте, а, обратим еще внимание на ваш вопрос. То есть, в принципе, что вы спрашиваете. Я не понимаю, у меня такая ситуация первый раз, что он хочет этим сказать, что теперь он хочет решать. Потому что он, мужик, вот, ушла, все же было хорошо, получай, либо это начало-конца, а потом он скажет, давай развод. Никто, вот здесь с этим вы выдаете свою тревожность. Понимаете? Вы выдаете свою тревожность. А, ну, вот, этим моментом, этим вопросом, такой формулировкой, вы выдаете, к сожалению, свою тревожность. Именно, вот, с вашей тревожностью здесь нужно работать первое. Второе. Мы не можем знать, чего хочет мужчина. Я бы сказал, что ему комфортно пока что. Ему комфортно, ему удобно так с вами, с вами, с вами общаться. Ну, судя по тому, что вы описываете, да, судя по тому, что вы говорите, ему так удобно, ему удобно с вами, вот, в таких отношениях, как бы, находиться. Вот, ну, я бы не сказал, что он собирается разводиться на дело, здесь, на мой взгляд, немножечко не в этом всё-таки. Дело здесь всё-таки, мне кажется, больше в том, да, что вы в целом, вот, тревожны, вы в целом испытываете, как мне кажется, ну, страхи определённые. Определённые страхи, да. Ну, вот, и вот с этим вам, в первую очередь, как мне кажется, нужно в целом работать. Вот, я бы так сказал вам, ну, отвечая на вопрос. На этом всё. Надеюсь, что вам что-то было полезное и интересное. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok